Все приветики, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами лучшее, что случалось с нами в этом году. Коробочка Favorites. Такая подборка, где все клевое. И бестселлер, и рынка. Это масло. Миллион пять тысяч моих портретов. Очаровательных я обожаю упаковки Крыгина Бокс. А это особенно, потому что Favorites всегда делают к моему дню рождения. Итак, коробка. Здесь вот Елена Александровна в праздничном колпачке. Еще раз, Елена Александровна. Что случилось? Годзилла. Газета. Она очень в этот раз большая, потому что в этой коробке очень много продуктов. Начнем с первого продукта в коробке. Это Крыгина Косметикс. Конечно же, от тебя положили самое лучшее и тоже бестселлер. Это будра фикси-паудер. Полноразмерная. Вот она. Она работает как затирка для пор, как идеальное матирующее средство, как фотошоп-эффект. И обязательно в каждом видео у меня она есть. У меня есть открытая. Ее насыплю. Она в такой большой пипетке. И вот так вот на дозирование сыпется. Ее совсем немного нужно для того, чтобы хорошо заматировать и разгладить кожу. Она финишная. Она наносится уже поверх всех остальных пудр. Также выступает отличным праймером, укрепляющим еще сильнее конкретно. В случае, если вы хотите, чтобы он стал абсолютно водостойким, вы можете нанести в качестве праймера эту пудру. А можете закрепить сверху. А еще можете смешать конкрет с пудрой, потому что у них родственные ингредиенты. И они очень хорошо сочетаются между собой. Плюс вы эту пудру можете использовать как универсальный загуститель любой вашей косметики. Для тех, у кого кожа жирная и склонна к жирному блеску. Для вас это находка, потому что я рекомендую вам ее использовать в качестве праймера перед нанесением тонального крема. То есть вы легкой-легкой-легкой вуалю покрываете с помощью этой пудры лицо и потом тонируете. И любое тональное средство становится более стойким, с матовым финишем и более крепким, с разглаживающим эффектом. Плюс у нее самый мощный софт-фокус эффект из всех продуктов, которые я пробовала на рынке. Софт-фокус эффект это рассеивание света. Это такой блер, когда продукт имеет в составе определенные гранулы, которые поглощают свет, отражают его и рассеивают. За счет чего кожа выглядит более гладкой, более ровной при попадании на нее прямых лучей света. Это может быть искусственный свет, натуральный свет, даже свет от вашего айфона, когда вы делаете селфи. Круче софт-фокус эффекта нет нигде. Объясню почему. Потому что основной ингредиент, который создает самый крутой софт-фокус, в большинство продуктов на рынке добавляется в очень небольшом количестве, потому что он страшно дорогой. А мы сюда поместили его полностью, очистив эту пудру от всего того, что не нужно. Для того, чтобы мотировать, фиксировать макияж и рассеивать свет. Поэтому здесь концентрация. Вы даже можете эту пудру добавить в какую-то свою пудру, чтобы она приобрела больше вот этого как раз-таки фотошоп эффекта. Следующий продукт это Kiehl's. Вот он. Это увлажняющая сыворотка с гиалуроновой кислотой, способная увлажнять, удерживать влагу надолго. Как бы наполнять кожу влагой и расправлять, когда она немножко сморщивается. Это, кстати, мой вариант. У меня кожа очень быстро обезвоживается. И вот эта сыворотка, она прям в какой-то момент порвала весь мой уход. Полноразмерно выглядит вот так, как легкий гель. Называется она Hydroplumping Retexturizing Serum. Очень легкий гель. Такое чувство, что вы водичку размазываете, у вас даже капельки проступят. Эта сыворотка имеет в своем составе гиалуроновую кислоту, а также достаточное количество влаги, чтобы эта гиалуроновая кислота, впитавшись в поверхность кожи, набрала еще вот этой влаги с поверхности и притянула ее в кожу. За счет этого получается вот этот как раз-таки эффект наливного яблочка, когда кожа мгновенно разглаживается. Эта сыворотка очень хорошо сочетается и с продуктами Kiehl's, и с другими продуктами, и сама по себе. Под маску, особенно под маски налеплялки, потому что усиливается их эффект. И очень круто ее наносить после очищающих масок, потому что после них есть небольшой такой подсушивающий, стягивающий эффект. Ее даже очень круто наносить под крем для рук, если у вас очень сильно сохнет кожа. И она очень универсальная. Вот я, кстати, придумала такую опцию, я делала из нее что-то типа увлажняющих патчей. Я наносила на патчевую основу, у меня есть такие, как просто типа вот эти подкладочки такие. Наносила плотно эту сыворотку, закрывала патчем и ходила как с маской. Очень удобно. И второй вариант я наносила на ватный диск. Ее достаточно густо и приклеивала вот сюда зимой, когда у меня очень выраженная здесь появилась сухость. И такие звоночки перед гиперкератозом. Не хотелось его себе заполучить, поэтому я наносила. Вы даже можете использовать ее как маску для губ. Можете нанести достаточно плотным слоем эту сыворотку на ватный диск и прижать к губам. Короче, супер вещь. Идем дальше. Джо Малон. Один из трех ароматов. Вот здесь, например, мне English Peer и Fresia попались. Английская игрушка с Fresia. Очень, кстати, красивый аромат. Как они выглядят полноразмерно, вы все знаете. Вот это, например, Myrty Tonka. Он такой более густой, вечерний. Вот мне даже нравится, отличие Джо Малон, что такие прям глубокие ароматы. Они в темном стекле. А в светлом всегда такие более легкие ароматы. Может быть, это просто моя недопарфюмерная интуиция. Итак, три вида в коробочке Favorites. На самом деле, я бы положила все виды. Мне очень нравится концепция самих ароматов, потому что их можно смешивать между собой. Можно создавать какие-то свои новые композиции. И когда я была в пресс-туре с Джо Малон, когда у нас была наша палеточка, где я соединяла свои любимые ароматы, в Лондоне мы были в доме Джо Малон. Совершенно потрясающее какое-то место, особый няк. И там все так пропитано вот этой эстетикой цветов, какой-то нежности, какой-то вуали, что ты тонко начинаешь чувствовать саму философию бренда. И я очень уважительно отношусь к Джо Малону. Во-первых, потому что я фанат свечек диффузора. Вон, видите, стоит. Очень важно, чтобы у бренда была любовь к деталям, к своему вот этому делу. И у Джо Малона это есть. Это прям потрясающе. Следующий продукт у нас в коробке. Очень большой и очень пузатый. Это урияш, это отермаль, это любимейшая термальная вода и на основе ее крем для рук. Это как бы миниатюра, если что, 30 мл. Но вообще 50 мл пузанчик такой, это уже полноразмерный продукт. Как я уже сказала, сразу понятно, в чем фишка и в чем действие. Я не раз говорила, что термальная вода урияш очень сильно отличается. Это реально вот моя любимейшая термальная вода. У урияш какой-то, не знаю, какой-то там особенный источник. Потому что она даже вот по ощущениям на коже очень сильно отличается и сильнее намного увлажняет. Конечно же, если на основе этой термальной воды делать кремы для лица, для тела и в том числе и уход за руками, то безусловно он будет очень эффективный. У него очень легкий аромат, она подходит для топичной кожи, для тех, у кого очень пересыхает кожа и прям страдает потрескиваниями. Укрепляет кожный покров и увлажняет кутикулу и ногтевую пластину. Здесь еще помимо термальной воды в составе масло ши, знаменитое питательное масло для кожи, которое кожа очень любит. Витамин Е, прекрасно регенерирующий натуральный антиоксидант. И глицерин, который также запирает влагу на замочек. И вот как здесь наклеечка гласит, очень актуальна сейчас эта защита и восстановление кожи после ношения масок и перчаток. Действительно, после перчаток кожа рук сейчас просто в каком-то аду. Часто сейчас требования к перчаткам очень сильно ужесточили с точки зрения безопасности. Я очень всех призываю носить перчатки и носить маски, но и при этом восстанавливать кожу для того, чтобы она, преющая и, к сожалению, потеющая в этих перчатках, не теряла слишком много влаги и потом не трескалась. Батистик! Вот благодаря такому, кстати, батистику только большому сегодня на моей голове появился вот этот объем и все красиво вот так вот держится. У меня так вот выглядит полноразмерно. Если честно, мне кажется, у нас не было ни одной коробки фейворит, в которой не было бы сухого шампуня Батист. Вот сколько сухих шампуней на рынке, очень много классных. Батист равно самый клевый, потому что он прям вых и сразу дает тебе результат. И если честно, вот у меня волос плохо держит объем. И вот этой всей вот роскоши я еще могу больше сделать, видите? Без сухого шампуня не было бы это 100%. Я сухому шампуню многим обязана. Если вы используете сухой шампунь так же часто, как и я, а это каждый день, то обязательно обращайте внимание еще на глубокое очищение головы, потому что все-таки это пудра, и ее очень важно хорошо вымывать. А, ну и да, если вы вычесывали сухой шампунь и уверены, что вы его вычесывали, вычешите еще раз на всякий случай, потому что сзади, может быть, вы не разглядели, и у вас там светлое пятно. В общем, это Батист Ориджинал, он нейтральный. Но есть еще очень много вариантов, заходите к нам на сайт и смотрите, миллион пять тысяч разновидностей Батиста есть. Я очень люблю Батист Блонд, и использую обычно вот этот Ориджинал беленький и Блонд, потому что Блонд очень похож на цвет моих волос, он такой немножко желтенький. Если вы, например, брюнетка, есть еще для брюнеток отдельно, есть с ароматом вишни или пинаколады, или каких-то еще там цветочков, есть с эффектом фиксации лаком для волос, есть более ухаживающий вариант. Каждый найдет свой такой баллон. В общем, Батист это вещь. В коробочке у нас маленький вариант, он тоже такой маленький, продается. Это очень удобно в путешествиях, я вообще не знаю, как можно полететь куда-то без сухого шампуня. На Камчатку с сухим шампунем, куда-то в Териберку только с сухим шампунем. И даже если вы соберетесь к бабушке на пирожки, тоже захватите с собой сухой шампунь. Следующий продукт, вот я подумала, надо сделать наутельную маску, потому что это очень классная маска LUMINE. Это миниатюра, это маска 72 часа увлажнения, гелевая, которая очень классно увлажняет кожу на основе арктической воды, органического березового сока, экстрактной морожки. LUMINE вообще я когда себе представляю, у меня сразу в голове такая холодная, но при этом солнечная, с пушистым снегом Финляндия, ягодки и вот эти вот родники с арктической водой, которые даже зимой не замерзают. Я была на фабрике LUMINE, я была под таким впечатлением, ребят, вы даже себе не представляете. Я прям видела вот эти огромные, я не знаю, как это называется, цистерны, где написано SPRING WATER. Родниковая вода, настоящая, которую собирают, используют для производства косметики. В Nordic Hydra линия просто отпад, это такое чувство, что ты кожу свою даешь попить. В общем, это прям бомба. Полноразмерно она выглядит вот так, большая, гелевая, жирно намазываете и ходите в течение дня. Вы можете использовать ее локально на каких-то участках в качестве маски, можете использовать ее вместо ночного крема в качестве ночной маски гелевой. Это, кстати, очень классный детокс для кожи, потому что токсины, которые выделяются через кожу, они водорастворимые. И если вы используете гелевую текстуру на ночь, то у вас кожа очень хорошо увлажняется, насыщается влагой и при этом не блокирует токсины, и на утро вы их смолите водой. Периодически делать так очень рекомендую. Когда будете наносить ее в качестве ночной маски, можете использовать ее тонким слоем, уже подождать, когда она впитается. Пальчиками вот так вот просто подприжать. Если какие-то сильно остатки есть, то вы можете промокнуть салфеткой и ложиться спать. Утром проснетесь персиком. Так, еще один увлажнитель. Это, ну, 100% бестселлер. Это увлажняющий крем Clinique розовый. Я просто называю, что он розовый. Ну, вы знаете его, конечно же. Moisture Surge. Такой гелевый, очень крутой крем с очень-очень легкой текстурой, с таким приятным ароматом. Я обожаю Moisture Surge отдушку. Сейчас открою его и прям будет ах. Ах, вот реально ах. Такая, как крем-гель текстура, которая подходит для молодой кожи, молодой кожи с первыми признаками старения или с признаками тусклости, стресса или усталости кожи, при обезвоживании или, например, при необходимости быстрого интенсивного увлажнения. Например, после масок каких-нибудь очищающих или еще чего-нибудь такого. И для сухой, и для чувствительной, и для жирной вполне подходит, потому что комфортная текстура, которую можно донасыщать сыворотками, добавлять какие-то масла. Но при этом сам по себе крем не будет оставлять ощущение липкости и при этом как будто всасываться в кожу и увлажнять ее. Пожалуй, один из лучших способов борьбы с шелушениями. Я даже на некоторые участки его наносила плотным слоем, ну, не как маску, но что-то типа того. По нему очень классно раскатываются тональные кремы. Понятное дело, что тональные кремы Клиник, например, линейка Even Beta, раскатываются по нему просто идеально. Ну, в общем, мне очень нравится. Особенно плотные такие густые тональные кремы. Стики по нему очень классно растушевывают. В общем, это универсальный увлажняющий крем, который вы можете использовать и днем, и ночью, и в обед, и вообще, когда вам это нужно. И в целом он сам по себе уже сразу становится праймером для повседневного макияжа. И прекрасную создает скользящую основу для очень плотных и густых тональных кремов и стиков. Женифик! Это сыворотка для зоны вокруг глаз Женифик от Lancome. Вот так она выглядит полноразмерно. Я считаю, что компанией Lancome рецептуру Женифик нужно держать под 25 замками крови, чтобы подписывались сотрудники, которые имеют к ней отношение, что они не выдадут никогда эту рецептуру, потому что там точно есть какой-то секрет. Она потрясающе эффективна. Я имею в виду вообще всю линейку Женифик, не только сыворотку для зоны вокруг глаз. Обалденная совершенно маска, вы видели у меня в видео про утренний уход для зоны вокруг глаз на основе этой сыворотки. Очень классная маска на все лицо, которое тоже приклеивается, Женифик вот такая. Ну и вообще, вся эта линия просто бомба. Здесь вот такой вот очень классный наконечник, очень холодненький всегда, которым вы аккуратненько, тык-тык-тык, можете нанести свою порцию сыворотки. У нее охлаждающий хороший эффект. Какой-то такой, да? Мистер Кот, хотя бы в камеру посмотрите. Гипнотизируй всех, заряжай всех на покупочки. Посидел, уходим. Что-то я такой стеснительный сегодня. Такой сонный, романтичный мистер Кот. Даже спи. Возвращаемся к сыворотке. В общем, у нее какие огромные плюсы. Первое, это чисто визуальный эффект, мгновенный, потому что у нее есть такая, как будто бы мелкая россыпь жемчужного такого блеска. И она дает сразу подсвечивающий эффект в зоне подглазного пространства. Второе, это кофеин в составе, который дает очень хороший противоотечный эффект, тоже достаточно быстро. Третье, пробиотик в составе, который защищает кожный барьер и повышает некую такую иммунную систему вашей кожи именно в этой зоне. Плюс хлорелла, которая дает антиоксидантное действие. И, конечно же, увлажнение. Увлажнение мгновенное. Причем она так хорошо впитывается, что кажется, что надо нанести ее еще. Нет, много наносить ее не нужно. Оставьте небольшое количество сыворотки, пускай она полностью впитается. Тогда это будет еще и отличная база под ваш макияж, под ваш консилер. Он будет ложиться очень тонко. И при этом не будет скатываться во всяких морщинках, как минимум. Потому что морщинки будут заполнены сывороткой и расправлены, потому что будут налиты влагой. Следующий продукт у нас в коробке для души. Для тела и души. Это черамика. Это соль для ванны. А в больших она банках. Сейчас вам покажу. Красивые и стильные. Бергамот и лайм. Крупная розовая соль. Жасмин и сандал. Белая соль помельче. Ароматерапия домашняя. Процесс очень важный. Потому что все мы сейчас стресс на стрессе. И ванна солью не горячая, теплая. Не обязательно вот прям вот так набирать ее. Но даже 10 минут вот так вот прилечь в ванне и расслабить все мышцы. Немножко подышать ароматерапией. Помогает вам потом быстрее засыпать, крепче спать. Лучше восстанавливается циркуляция, лимфа улучшается. Меньше застоя молочной кислоты, если вы занимаетесь спортом. В общем, плюсов у этого огромное-преогромное множество. Я человек, который принимает ванну каждый вечер. Поэтому у меня, конечно, такие банки уходят мгновенно. Здесь упаковка для меня это на один раз 70 грамм. Для вас максимум на два. Вот мне здесь попался, например, вариант бергамоты лайм. Это цитрусовый такой вот этот вот с розовой солью. Хорошо расслабляющий. Бергамот снимает очень хорошо эмоциональное напряжение. Ты такой... И сама соль, она долго растворяется. Я ее еще так нагребаю немножко в руке. Такой небольшой легкий скраб. Делаю тоже очень удобно. Красивая упаковка для миниатюры, согласитесь? В общем, что-то для нашего эмоционального состояния и баланса, и хорошего сна обязательно должно быть в коробке фейворитс. Поэтому чероника тут. Следующий продукт у нас в коробке супер тушь. Это из Saint Laurent. Эффект накладных ресниц. Миниатюра черного цвета, конечно же. Я вам покажу полноразмерный вариант. Многим это знакомо, потому что дизайн этот, мне кажется, не меняется. Хотя тушь обновили. И она ресницы делает просто блеск. Можете наращивать объем, сколько вам нужно. Можете от самого легкого до эффекта накладных ресниц и прям модных таких слипшихся густых ресничек. Помимо объема она и удлиняет. Здесь тройной эффект, потому что она дает визуально густоту, дает объем каждой ресничке, длину, и дает еще ощущение, что у вас как будто бы подведен глаз. Потому что от густоты туши заполняется и межресничное пространство, и получается очень глубокий выразительный взгляд. Визажисты, безусловно, обожают эту тушь. Этой тушью можно сделать все. Можно три раза провести вот легкие черные реснички, при этом выделенные. Можно наслаивать прям зигзагообразными движениями, прорабатывать каждую ресницу, и они такие прям... При этом мне нравится, что она пластичная, и можно выкладывать ресницы. Я очень люблю, например, выкладывать ресницы к вискам. И вот эта тушь дает возможность немножечко покудесничать с щеточкой. Плюс универсальная щетка абсолютно ровная, и вы сами контролируете, где вам больше добавить, где вам меньше нажать. То есть вы можете лепить ресницы в буквальном смысле слова. Двигаемся дальше. Следующий продукт у нас в коробочке. Эклоранс. Маленькая маслечка для губ. Очень удобно будет в сумочке. Хотя на самом деле полноразмерное это масло, оно не очень большое. Чуть-чуть накрасим. Это масло-тинт, которое очень плотно впитывается в губы, при этом не сушит, потому что масло хорошо увлажняет. Вот, пожалуйста, эффект зацелованных губ. Такой винный оттенок здесь в коробке. У Клоранс очень много масла разного для губ, и это масло-тинт. У него кремовая текстура, оно очень отличается. Если нанести его плотно, то получается прям зеркальный финиш, такой лаковый эффект. Эффект помады лак. Но именно стойкость дает вот этот оттенок на кожу. Само по себе плотное покрытие, оно не очень стойкое, потому что постепенно масло начинает впитываться в губы. Несмотря на то, что это масло имеет цвет, оно скорее ухаживающее, потому что у него есть антиполюшин комплекс, питательные увлажняющие компоненты, и это все-таки в первую очередь для меня, по крайней мере, средство ухода, но с цветом. Здесь очень удобный аппликатор, он как лепесточек такой, достаточно плотненький, и очень удобно вот чуть-чуть нанести, и пальчиком растушевать, либо плотно, прям с контуром нанести на губы целиком. Следующий продукт в коробке полноразмерный. Shaken Short альгинатная маска. Вы знаете, альгинатные маски, я уверена, которые прикладываются гидрогелевые в Dr.Jart. А это маска, которая смешивается, поэтому она в форме такого коктейльчика, мордочкой. У нее жидкая текстура, в отличие от сухих альгинатных масок, которые очень часто в комочки собираются и никак не расправляются, пока вы их размешиваете, она уже начинает застывать. Она также застывает, но не очень плотный альгинатный слой. То есть, по сути, вы смешиваете компоненты, наносите на кожу, ждете, пока все это дело затвердеет, и снимаете. Вот и все чудеса. При этом сияние и детокс кожи обеспечены. Так и хочется вот так сделать. После маски можно не умываться, можно просто протереть тоником, наносить уже крем. Я торжественно объявляю о возвращении Доктор Джар в Крыминобитистор, поэтому приходите к нам вместе с конкретами, пудрами и металлайзами. Покупайте масочки Доктор Джар, потому что наконец-таки снова будут все в наличии. Следующий продукт у нас в коробке. Это ауцерин. Вот он где-то у нас, гиалурон филер. Я вам рассказывала, у меня как-то прямой эфир был очень классный с главным специалистом ауцерин по здоровью кожи. И очень меня вдохновила эта линейка ауцерин. Бренд достаточно новый на российском рынке, пришел недавно. Но я, как жадно тестирующий все, во время тестирования ауцерин прям прозрела. Я вам могу сказать, что я тестирую косметику обычно, но неделю, если кожа моей не очень нравится, то меньше. Если кожа нравится, то максимум две недели. И снова возвращаюсь на какой-то свой уход, либо перехожу на какой-то новый. Потому что много новых брендов заходит на рынок. И я могу сказать, что на ауцерин я сделала стоп. Потому что я полностью банки промазала курсом, потому что мне так понравился эффект. У меня кожа просто какая-то прям супер классная была. И сыворотки, и кремы мне очень понравились. Здесь в миниатюрке крем дневного ухода SPF 15 для чувствительной и обезвоженной кожи. Полноразмерно он выглядит вот так. Именно такой крем, собственно, я и промазывала. Лаконичная упаковка, ничего лишнего. У этой линии очень сильно запоминающийся аромат. Я прям этот крем узнаю где угодно с закрытыми глазами. Он очень нежный по текстуре, очень быстро впитывается. Очень классно, конечно же, использовать всей линейкой. Это безусловно. Текстура густая, но при этом распределяется очень легко. И кожа просто наполняется влагой, тонусом. Просто она начинает выглядеть хорошо. У них еще есть вот такая двойная сыворотка с эксполиантом и с насыщающей сывороткой. Ночная и в сочетании с ней это просто прям магический результат. Основа всей линейки гиалурон филлер это низкомолекулярная и высокомолекулярная гиалуроновая кислота. Низкомолекулярная может проникать глубже и работает в межклеточном пространстве, а высокомолекулярная работает на поверхности, давая быстрый видимый эффект наполнения кожи, когда кожа визуально прям расправляется и заполняется влагой. Обязательно на шею, потому что такой сильный увлажняющий, расправляющий эффект, конечно, очень заметен еще и на шее. И при этом достаточно универсально, нет ограничений, потому что это может быть возрастная кожа и кожа с первыми признаками старения или тусклости, с плохим цветом лица, с обезвоженностью, с просто чувствительностью и реактивностью ко всему. В общем, любые варианты подходят. С какой кожей придете к этому крему, то и будет увлажнять. По поводу этой сыворотки ночной, она прям супер классная. Хочется еще добавить, что в этой коробочке миниатюра, которую вы можете разочек как раз таки ее попробовать. Здесь таблеточки, которые вы смешаете, потому что она двухкомпонентная, она смешивается у вас в ладошках. Смешаете их, нанесете на все вот это вот ваше богатство, и сверху нанесете крем, и увидите прям сразу результат. Салисбокс, маска невесты, двухфазная маска с ампулой и маской на тканевой основе. Полноразмерный продукт в коробке в формате саше с двумя этапами. Маска на основе экстракта оливы, точнее масла оливы, и она глубоко увлажняющая. И не зря я с невестой, потому что она дает быстрый очень результат и сохраняет увлажнение кожи в течение всего дня. Потому что, ну, такие события, как свадебки и прочие ответственные мероприятия требуют того, чтобы кожа была подготовлена. Подготовлена к тому, чтобы ее тискали, целовали, обнимали для улыбок, и чтобы с утра проснуться еще и с красивой кожей. Первым делом на очищенную кожу вы наносите пресс-сыворотку, и потом закрываете ее самой маской на тканевой основе, также пропитанной специальным составом. И после этого отдыхаете с этой маской, ну, минут так 10-15. Снимаете, можно не смывать, можно просто салфеткой промокнуть излишки, сразу тоником протирать, наносить крем и вперед с песней. Короче, очень простая, но очень классная маска. Еще одна очень простая, но очень классная маска с отбеливающим, подсвечивающим эффектом, с такими сбрайтами, чтобы кожа сиялась, чтобы выравнивались микро неровности рельефа, и чтобы она становилась более однородной по тону. Мимианг, в переводе это означает тингелочек, очень милое название, и это прикольные маски, которые визуально вам еще добавляют радости. У них очень удобная лекала, вот все, кто пробовали, говорят, что они очень хорошо садятся, и садятся на меня, у меня вообще лицо как будто бы сделано специально не для тканевых масок. Я ни в одну пропорцию практически никогда не попадаю, а это хорошо налепилось на меня без пузырьков. Там достаточно жесткий каркас, как сеточка, который позволяет вам равномерно нанести маску, потому что сама маска, она очень-очень-очень тоненькая, и я даже разглаживала ее пальчиком, чтобы убрать все пузырьки, и камушком гулаша, или можно еще роллером очень удобно, кварцевым каким-нибудь. И там очень много эссенций, очень много. Поэтому не пристесняйтесь, нанесите еще на шею декольте, и нанесите сверху крем, чтобы ее, так сказать, запечатать. Или маску для рук дополнительно сделать, и нанесите вот всю оставшуюся эссенцию на руки, очень-очень-очень густо, и сверху нанесите увлажняющий крем, а если у вас есть какие-нибудь полиэтиленовые перчатки, а сейчас они, я надеюсь, есть у всех, потому что это просто необходимость, то засуньте еще на 5 минуточек в такие перчатки, чтобы эссенция не испарялась, а полностью впиталась в ваши ручки. Потому что пигментные пятна на руках, знаете, выдают возраст похуже шеи. Так что бережем и лицо, и ручки. В общем, на чистую кожу прилепить 15-20 минут, побалдеть, снять, тоником протереть, крем намазать, дальше макияж, и все красивое пошло. Следующий продукт у нас в коробке, даже парочка. Это масло от Aderm, это Биодерма, очень ухаживающее масло для душа. Настолько ухаживающее, что даже можно кремом не мазаться в большинстве случаев. Это масло продается в больших бутылках, вот в таких бутылках и вот в таких аж практически канистрах. И я хочу сказать, что берут, покупают очень активно самый продаваемый продукт в линейке Биодерма, который представлен у нас на сайте, я это вижу по цифрам. И не могу вам, конечно же, канистру-то не показать. Вот такая вот она. Почему такая большая? Да потому что вы влюбитесь и вы не сможете душ принимать с гелем, потому что хочется с маслом. Оно гидрофильное, вы наносите на кожу, она нежно за вами ухаживается, смывает все загрязнения, очищает кожу, но при этом не повреждает ваш гидролипидный слой. И это очень важно, особенно это важно, если у вас сухая кожа. Очень важно еще и нейтрализовать действие воды и защитить кожу, создать эту гидролипидную пленку. Если ее кожу сама выработать не может, вам надо ее создать. И вот как раз-таки Биодерма и Отодерм, вся линейка для такой вот гиперчувствительной и сухой кожи, она помогает как раз-таки создать этот липидный барьер. И уж тем более не повредить то, что есть. Здесь парочка, чтобы вам пару раз принять душ. Одной упаковочки на один душ вам будет достаточно. Здесь флакон с дозатором, очень удобно, чтобы у вас прям чистое масло ввелось на руки и не попадала водичка в упаковку. Потому что при контакте с водой масло преобразуется в нежную эмульсию, потому что оно, как я уже сказала, гидрофильное. Это значит, что это масло внутри себя содержит эмульгатор и только и ждет воду, чтобы зацепить ее и превратиться в нежную эмульсию. Гипоаллергенно, нет ограничений, не обязательно иметь атопичную кожу или суперсухую, или какие-то гормональные изменения для того, чтобы использовать. Нет. Мне вот, например, просто московской воды в центре города вполне достаточно для того, чтобы сделать ставку в пользу гидрофильного масла для душа, чтобы не пересохнуть. Дальше двигаемся. И также по атопичной коже увлажняющий лосьон молочко Цераве. Вы видели его у меня в один маленький косметикс. И когда Цераве пришел на рынок, я прямо хлопала в ладошки. Очень понравился мне эффект. Это также виния, которая восстанавливает гидролипидный барьер и защитные функции кожи. Естественные, особенно если они повреждены. Полноразмерно выглядит вот так. И это лосьон для сухой и очень сухой кожи. Грант сухой кожи. Мне за рекомендацию Цераве написало очень много мамочек. Потому что, видимо, гормональные изменения и трескающаяся кожа. И Цераве просто стал спасительным для юных девочек, для того, чтобы сохранить свою кожу без повреждений. И если эти повреждения уже есть, чтобы они быстро заживали. У него очень легкая текстура, она не жирная. Она очень легко прям размазывает. Создает такую прям ощутимую пленочку. Она не липкая, она комфортная. Абсолютно просто ощущение вот не сухой кожи шершавой, а просто такой гладенькой. Вы понимаете, что она с каким-то неким таким барьером. Если особенно у вас кожа сама не выделяет кожный жир, для того, чтобы защищать себя от окружающей среды, от всех этих токсинов, от всей грязи, надо коже помогать создавать и физически просто сверху барьер, и питать ее для того, чтобы она восстанавливала свои функции. И еще один продукт у нас Пшикаведа для ваших волос. Это спрей-праймер с термозащитой. Очень легкий, очень комфортный. Если волосы сухие, можете прям хоть упшикаться им, чтобы защитить кожу, потому что он вообще, по мне, так не ощутим. На кончике я его даже наносила прям очень много, чтобы максимально их сберечь. Полноразмерно выглядит вот так. Водичка с травянистым ароматом. Все в лучших традициях Аведа. Ароматы, кстати, это отдельный респект Аведа, потому что они какие-то прям настраивающие на день, как определенная, мне кажется, медитация. Я и сейчас с Аведой мою, и у меня средства после мытья, несмываемый уход. Аведа, который был у нас в коробке давно, до сих пор у меня баночка есть, с удовольствием прям всегда я погружаюсь в эти ароматы, просто как в какой-то облако. А праймер что делает? Он сокращает время сушки, благодаря этому сокращается повреждение волос. Волосы мягкие, он снимает статическое электричество, чтобы они не электризовались, и подготавливает волосы к кладке, особенно если это теплые всякие термоштуки, щипцы, если вы выпрямляете волосы, то это прям масло. Там прикольный есть ингредиент, молочная кислота из сахарной свеклы. Я не могу представить себе концептуально, как это выглядит, но в Аведах, как обычно, 90% натуральных компонентов, и вот эта вот как раз молочная кислота из сахарной свеклы, значится как главный ингредиент, который разглаживает и запечатывает кутикулу волоса. Ну и плюс там целый коктейль из кокосов, кукуруз и всего-всего, которые благоприятно влияют на всю структуру волоса, визуально, внутренне, для того, чтобы волосы были эластичные, и они ломались, не секлись, не повреждались. Перед применением стряхнуть, на влажные волосы распылить прядями, чтобы вы точно были уверены, что у вас там не на макушку пшик-пшик случился, так это не работает, а именно полностью волосы вы проработали праймером, и после этого вы можете приступать к сушке, к укладке. Так, ну что, все! Здесь еще маленький бонус. Моя книга-макияж. Бестселлер бестселлеров. Допчатан еще один тираж. Я вам похвастаюсь. Около 45 тысяч экземпляров в моей книжке. Будет продано. И вот здесь новый формат электронный. Вперед из песней. На Литрес. Изучайте книжку-макияж в электронном виде. Очень классно. Они, кстати, с печатной версией дополняют друг друга. Буду рада, если напишите мне свой фидбэк, как вам в электронном варианте на айпадике или на айфоне листаются все эти многочисленные губики и глазки. Вот наша коробочка Favorites подошла к своему логическому завершению. И это верный признак того, что можно отправляться собирать новую. Потому что коробка Favorites — это коробка, которая стоит в плане на несколько лет вперед и собирается по результатам каждой коробки, по результатам каких-то наших коллабораций, партнерств, вспышек каких-то знаковых продуктов на рынке. В общем, Favorites — это, конечно, масса, потому что Favorites всегда все самое клевое. Спасибо большое за внимание, что были со мной. Пробуйте новые косметики. Пишите также фидбэк, рекомендации свои, чтобы вы хотели увидеть в коробках. Очень мне интересен ваш фидбэк. Какие, возможно, монобрендовые коробки вы бы хотели видеть. Потому что по ним тоже есть план, и я вижу, как классно у нас зашла коробка с Knife Island, коробка с Clorans, вообще разрыв. Как всем нравятся коробки Cerberian, с Vishi тоже был суперкрутой эффект. И как классно, получается, можно в одной коробке попробовать целиком бренд, понять его отдушки, понять его философию, понять его вообще все. Вот как я на фабрике езжу, для вас хорошая возможность попробовать это через коробку. Пишите, вот какие бренды вам нравятся, с которыми вы бы хотели протестировать. Это, конечно же, в первую очередь важно не по декоративной косметике, а именно по уходу. Потому что уход подбирается именно вот таким вот тестированием. Если у вас есть несколько продуктов, миниатюров для тестирования, вы можете полностью понять, концептуально линейка вам подходит или нет. Ладно, все заболталось. Хороших вам вечеров. Всех целую, всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok